В Самаре финишировал этап Кубка России по шахматам Мемориал Пулгаевского. Международный гроссмейстер, двукратный чемпион Советского Союза, победитель шести всемирных шахматных олимпиад. Консультировал Анатолия Карпова на двух первенствах мира. А начинал свою спортивную карьеру Лев Пулгаевский в Куйбышеве. Во время войны он переехал из Могилева, вообще из Белоруссии, переехал в Самару. Здесь он закончил шестую школу, потом поступил в политехнический институт, который закончил. И спустя некоторое время, уже сформировавшись сильным шахматистом, он уже был мастером, уже имел баллы как раз мастерские, он уже был приглашен в Москву, куда и переехал. Но с шахматистом он стал именно здесь. Мемориал Пулгаевского с каждым годом молодеет. В этом году из 130 участников половина юниоры. Из Туркмении, Казахстана, Белоруссии, Украины и России. Они-то и разыграли 700 тысяч рублей призового фонда. За свою лепту играл и самарский мастер Алексей Макшанов. Все тут сильные соперники. Есть, конечно, люди, которые пониже класса, но все создают проблемы, так что просто ни с кем не бывает. Любовь Маркелова за шахматной доской с шести лет. В свои 20 с небольшим успела поиграть на многих женских шахматных турнирах. Побеждала на чемпионате России. Однако наибольшее удовольствие от игры мастер спорта получает на мужских соревнованиях. Поэтому и приехала в Самару на мемориал Пулгаевского. Можно любую женщину, мне кажется, обыграть, независимо от рейтинга. Мужчины более собранные и настроены только на партию. А у женщин может быть разные мысли в голове. Перед последним туром пять шахматистов имели одинаковое количество очков. В итоге крепче нервы оказались у москвича Михаила Демидова. Ему досталась победа и 150 тысяч рублей призовых. Специальные награды звезды турнира получили трое лучших шахматистов среди мужчин, женщин и юниоров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.